Добрушский район Район зимы готов на сегодняшний день. Уверенность в том, что отработаем зиму как положено есть. Ну что хочется сказать еще. Развиваемся. Хочется запустить какие-то мероприятия, которые позволят сократить потребление электроэнергии, уменьшить энергоемкость производимой продукции. Есть интересные проекты. Адреса некоторых из них мы сегодня посетим совместно с представителями энергонадзора и предприятия Добрушский коммунальник. Кстати, все они местные жители. К примеру, генеральный директор районного ЖКХ Елена Владимировна Смягликова вернулась на свою малую родину после окончания Белгута, факультета ПГС. И уже 17 лет работает в коммунальной службе. А в качестве руководителя огромного хозяйства второй год. На нашем предприятии обслуживают не только город Добруш, но и Добрушский район. Самая дальняя точка 50 километров от города Добруша. Там у нас есть такой населенный пункт Круговец-Калинина, в котором в этом году запланированы работы по децентрализации системы отопления. Что это? Этими работами предусматривается устройство системы индивидуального отопления жилых домов. 82 потребителя будут отключены от централизованного теплоснабжения и установлены им будут индивидуальные котлы. Добруш – город необыкновенно красивый. Иначе его называют «маленькой Венецией». Шарм городу придают 13 мостов, и только один из них ведет на остров. Здесь в буквальном смысле можно прикоснуться к истории, связанной с именами знаменитых родов – Румянцевых и Паскевичей. Сто лет назад именно здесь, на берегу живописной реки Гипуть, которая петляет через весь город, была построена первая в республике ГЭС. В годы войны она была полностью разрушена. Сегодня в этом историческом месте предприятия ДОП «Гидроинвест» реализует инвестиционный проект по строительству мини-ГЭС. Подрядчиком возведения энергообъекта выступает Гомельская ООО «Спецмонтажстрой» номер 177. Мини-гидроэлектростанция, она будет, получается, для города дополнительную альтернативную энергию давать. Рассчитана она на 450 киловатт. В декабре месяце планируется, что первая электроэнергия поступит в сети города. Буквально в нескольких метрах расположена старая гидроэлектростанция, которая еще была построена лет сто назад. Ну, сегодня, можно так назвать, что мы ее возрождаем. Я сам с города Добруша. Прекрасный город. Мне он очень нравится. Вот так, как говорится, по стечению обстоятельств, хотя работая в Гомельской организации, довелось в своем родном городе строить такую электростанцию. По мнению специалистов, возведение самой гидроэлектростанции займет немного времени. Гораздо больше его требуется на подготовительные работы. На сегодняшний момент мы сейчас продвинули три трубы закрытым способом под автодорогу, которая соединяет две части города без открытого способа. Трубы диаметром 2230 миллиметров. Удачно все сделано, пройдено. Сейчас приступаем к строительству основных бетонных работ. Будем возводить нижний бьев, а также параллельно будем работать на верхнем бьеве. Реализация инвестпроекта по строительству мини-гэс, который был заявлен на Гомельском экономическом форуме, обеспечит райцентр экологически чистой и относительно дешевой энергией. Как и сто лет назад, небольшая речушка и путь послужит во благо горожанам. Историческое наследие Добруша, которое сохранилось в камне, архитектуре и жилом фонде, сегодня требует немалых финансовых затрат. Готовясь к очередному отопительному сезону, в Добрушском коммунальнике учитывают буквально все. Комфортное жилье и благоприятная среда на первом месте. В этом году завершены работы по капитальному ремонту жилого дома номер 5 по улице Рима Шершневой. Произведена полная замена кровли, утеплены стены, ремонт системы отопления произведен, горячего холодного водоснабжения. Утепление позволит сохранить тепло внутри жилого дома при коэффициент сопротивления теплопередачи до момента капитального ремонта был 0,7. Сегодня, после проведения работ по капитальному ремонту, он в два раза выше – 1,45. И это позволит избежать сырости, промерзания стен. В этом году у нас еще запланирован капитальный ремонт четырех домов. Очень хорошо сделали, и в хате трубы поменяли, и в подъездах очень хорошо сделали, покрасили все. И на улице, и бачите, как хорошо. Обновленные дома после капремонта – это то, что видно невооруженным глазом. Основное хозяйство, требующее тщательного контроля и профилактических мер, находится под землей. На балансе Добружского коммунальника – 465 километров водопроводных, 181 километра канализационных сетей, 11 очистных сооружений, 65 артезианских скважин, 110 километров тепловых сетей. В настоящее время мы ведем работы по модернизации тепловых сетей. Всего тепловых сетей, которые снабжают эту часть Добруша, 13 километров. Уже заменено 4 километра, и в этом году меняем 4 километра сетей. Потребителями этой котельной являются гимназия, сад, школа, Добруский райисполком, жилфонд, естественно. И модернизация тепловых сетей позволит нам существенно снизить потери тепловой энергии от теплоисточника до конечного потребителя, что улучшит качество отопления и горячего водоснабжения. В основном старые трубы заменяются современными изолированными. Это предполагает не дешевое решение проблемы, но обеспечит долговечность, снижение теплопотерь и надежность. Для сравнения, если при эксплуатации ПИ-труб теплопотери отмечаются в пределах 5-7%, то при эксплуатации старых труб они, как правило, достигают уровня выше 20%. На нашем балансе 110 километров тепловых сетей в настоящее время у нас уже заменено 66%. Каждый год мы меняем 4% от существующих сетей. В этом году 4 километра. 66% уже заменили. И каждый год через, получается, у нас 10 лет мы выйдем на 100%. Государственная программа энергосбережения на 2016-2020 годы предусматривает максимально возможное вовлечение местных видов топлива в топливный энергетический баланс Беларуси. На это нацелены и в Добрушском коммунальнике. Всего на балансе предприятия находятся 32 котельные. Из них только 10 работают исключительно на природном газе. На комбинированных котельных газовые котлы находятся либо в резерве, либо включаются в работу в пиковом режиме. То есть при понижении температуры наружного воздуха ниже 5-10 градусов. В связи с этим нами уже достигнуто использование местных видов топлива 30%, что ведет к уменьшению использования импортируемого природного газа. В рамках еще одного инвестпроекта строительства завода по производству картона введена в строй новая современная котельная, которая обеспечивает теплом центральную часть Добруша. Здесь изначально решили выбрать самый эффективный способ получения тепла. Эта котельная комбинирована. В ней установлены котлы, работающие на щепе с механизированной подачей топлива и котлы, работающие на газу. Котельное оборудование производства Гомельского завода «Коммунальник». Мощность дровяных котлов 1,6 мегаватт, суммарная мощность. Мощность каждого котла на газу 2,9 мегаватта. Котельную, которая работает в полуавтоматическом режиме, обслуживает один оператор. Микропроцессорная техника более качественно и оперативно регулирует подачу теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. В целях экономии средств сами заготавливают щепу. Приобрели два дробильных агрегата. К слову, в Добрушском коммунальнике готовы принимать древесину и древесные отходы для переработки от юридических и физических лиц. Ведь при хозяйском подходе отходы превращаются в доходы. Просчитывают буквально все. Целесообразность, экономический эффект. К началу прошлого отопительного сезона в агрогородках Носовичи и Иговка запустили еще две модернизированные котельные на местных видах топлива. Отремонтировали здания, установили новое оборудование. Для обогрева этих населенных пунктов также используют щепу. Всего на балансе в Добрушском районе находится 117 потребителей и 66 теплоисточников. На 1 сентября паспорт готовности получили все потребители и теплоисточники. Несмотря на то, что паспорта готовности получены, проверку будем еще мы контролировать, давать свои рекомендации, мониторить, потому что нужно утеплить еще контур зданий, техподполья, установить натяжные пружины на входных дверях подъезд и остекледение лестничных клеток. Комбинированная котельная в Иговке обеспечивает теплом и горячей водой базовую школу Ясли-сад, которая расположена на самом высоком месте деревеньки. С первого взгляда виден хозяйский подход. Благоустроенный дворик, своя теплица площадью 100 квадратных метров для удешевления школьного питания. Дети Иговской базовой школы знают, как экономить ресурсы. Они неоднократные участники республиканского конкурса «Энергомарафон», о чем свидетельствуют многочисленные награды. Дети занимаются исследованием, проводят какие-то свои работы. И в основном это идет экономия электроэнерго- и теплоресурсов. Такая тема экономии электроэнерго- и теплоресурсов, она актуальна для Республики Беларусь, так как мы не богаты такими природными ископанами. Поэтому наши дети работают в этом направлении. Они уже провели несколько своих исследовательских работ. Эти работы были оценены на высоком уровне как в области, так и в республике. Навыки рачительного хозяина педагоги прививают с самого детства. Яркий пример Наталья Козырева, которая родилась и выросла в Иговке, окончила школу с золотой медалью. После учебы в ВУЗе вернулась на малую родину как молодой специалист. Здесь я сердцем, здесь мой дом родной. И свою любовь, свой патриотизм, привязанность к родному месту я передаю подрастающему поколению. Своему сыну родному он тоже по моим стопам пошел заниматься исследовательской деятельностью, получает награды и тоже хочет связать свою жизнь с селом, с этой профессией, с химией, с биологией. Мы работаем над энергосбережением, делали часы, которые работают без батарейки. Батарейку делали из-за саки. И также дома экономлю свет, выключаю кран после использования. Вдали от суеты больших городов жизнь Добруша кажется спокойной и умиротворенной. Но это только на первый взгляд. Просто она, как река Ипусь, уверенно движется вперед по своему руслу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова